всем привет ребят сегодня у нас будет введение в 3gs но на реакте мы сегодня не будет никакого crash курса и так далее просто покажу как настроить библиотеку react fiber 3 для реакта то есть есть библиотека 3gs и она предназначена для того чтобы делать всякие классные штуки можно давайте посмотреть примеры вот такой вот вот такой вот это все на джава скрипте с помощью этой библиотеки вот но 3gs это библиотека для нативного джава скрипта есть такая же библиотека для реакта чтобы было все декларативно все понятно для react разработчика и сегодня у нас будет такое небольшое введение мы сегодня с вами сделаем вот такой вот проект то есть два куба просто падают на бетонную стену вот я сегодня покажу как подключить react fiber 3 как использовать текстуры как создавать кубы сферы планы вот такие вот куда все это падает вот и я вам рекомендую все же зайти на сайт 3gs по сам потому что в основном все что библиотеки react fiber 3 используется вот как раз из 3gs а то есть тут много разных секунду примеров можно ознакомиться с ними можно даже посмотреть код тут можно открыть код посмотреть посмотрите как все это делается и давайте приступим вот я уже создал проект на реакте что вам нужно сделать если вы хотите повторять за мной просто зайдите в папку где вы хотите сделать этот проект и введите в терминале mpx create react app и тут название вашего проекта и у вас должно собраться react приложение вот и еще что помимо этого я сделал я добавил три текстуры вот такую вот вот такой вот и вот такой вот я просто закинул в папку public я нашел текстуру в интернете но вы можете скачать их ссылку я предоставлю в описании ниже вот и что во первых нам нужно надо сначала установить библиотеку react fiber 3 давайте скопируем и немного подождем заметьте ставится сразу две библиотеки 3 библиотека 3 и react fiber 3 вот у меня произошло все быстро у вас может быть немного дольше будет вот давайте я это закрою и давайте сразу перейдем в папку up здесь я все удалю блога нам сюда не потребуется и здесь давайте их hello world напишем чтобы убедиться что у нас все работает да все окей давайте перейдем в папку со стилями тут нам ничего не потребуется оставим только класс для вот на это тоже можно будет удалить вот первым делом нам нужно заимпортить canvas из react сейчас собака react fiber вот и этот canvas у нас будет писаться вот так вот чтобы задать размеры этого канвасу нужно задать размера 1 родительскому элементу поэтому давайте я просто напишу здесь высота 100 в h давайте обновим у нас конечно ничего не не появится но можем заметить я открыл панель разработчик и мы видим что у нас канвас на полный экран все очень круто так давайте закроем стиле нам они больше не понадобятся так канвас мы создали теперь чтобы создавать какие-то фигуры которые кстати вы можете посмотреть на 3gs документей шин и промотаем немного ниже вот смотрите есть бокс джо метри здесь прям показано что будет создана все около джо метри вот такой вот круг и разные разные фигуры например бокс джо метри мы можем посмотреть какие параметры принимать но мы будем писать не этот код мы будем писать код реакторский вот как же нам создать как же нам создать давайте пропишем mesh это так называемая сетка и внутри mesh нам нужно сделать бокс джо метри заметьте мы ничего не импортим это все уже сделано под капотом за нас все будет преобразовываться то есть с маленькой буквы бокс джо метри я никаких параметров больше не передавал давайте посмотрим вот у нас появился наш куб но он 2d почему потому что камера у нас как бы смотрит с экрана и мы как бы видим куб в 2d потому что мы как бы напротив него мы можем задать позицию этому кубу через позиция только не кубу а позиция будет передаваться сетки вот этой mesh то есть мы делаем позиция давайте сделаем массив передадим 0,50 не 5 давайте немного так вот вот смотрите мы уже что-то начинаем видеть можно поиграться немного сделать вот так вот вот мы уже как бы видим куб но он какой-то серый давайте добавим теперь немного освещение в нашу сцену как добавляется освещение очень просто есть много разных типов освещений мы будем использовать только два давайте выйдем из mesh и под канвасом сделаем ambient light и зададим ему props по моему это насыщенность насыщенность будет 01 по дефолту она один вот но мы сделаем вот так вот и давайте посмотрим нас по сути ничего не изменилось пока и добавим направленный свет point light и у него есть props позиция который принимается опять массив 10 10 и 10 вот купона серый так и остался вот как добавлять материалы к нашему кубу мы должны зайти в нашу сетку в меж у нас бог джо метри и следующий параметр будет называться меж так вот так вот меж стендарт материал и давайте зададим ему color например blue обновим так где-то ошибка 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 меж удалился почему-то вот вот мы уже видим что у нас какие-то стороны в тени какие-то осветлены также есть меж basic материал посмотрите как они отличаются то есть сразу видно что тут нет теней там есть вот вы можете с этим тоже поэкспериментировать посмотреть как вот все очень классно но мы хотим например чтобы у нас все было декларативно давайте создадим компонент а по структуре в этом проекте я не буду заморачиваться потому что урок немного о другом вот поэтому мы не будем тратить время на какую-то структуризацию вы будете сами если вам понадобится вот сегодня просто покажу вам как все это дело смотрите давайте создадим файл который будет называться box . js и react function component box и давайте я просто скопирую вот это вот выражу даже отсюда и вставлю отсюда вот так давайте сделаем так что позишен у нас будет передаваться через props и позишен по дефолту она будет массивом и здесь сделаем бокс он смотрите сразу автоматически войск от нам заимпортил передадим позишен массив 120 давайте сделаем формат документ вот смотрите у нас появился куб и что самое крутое в реакте мы можем еще два создать у этого будет минус 1 у этого будет минус 2 смотрите у нас уже появилось три куба разве незамечательно вот нам реакт такой декларативный подход предлагает теперь давайте применим к нему к этому кубу какие-то материалы вот отвлекся на телефон извиняюсь так чтобы загружать материалы нужно перейти в бокс и здесь нужно заимпортить кое-что во первых нужно заимпортить давайте импорт юз лодор из react файбер и секция текстура лодор не буду я по-английски говорить трудновато текстура лодор секция лодор from 3 но давайте не из 3 а src лодор с вот это заимпортили теперь у нас материалы лежат в папке паблик и их назвал крейт гиф стон jpeg и будет jpeg материалы можно импортить как по одному если вам нужен только один либо сразу несколько давайте заимпортим материалы давайте сразу все заимпортим то есть я создам вот такой массив пропишу юз лодор который принимает два аргумента 1 текстуры лодор через запятую будет опять массив из наших названий файлов крейт гиф давайте сначала крейт гиф напишем и тут я задам переменную крейт вот и здесь я убираю color и вместо колор пишу map чтобы указать текстуру после этого у нас ничего не заработает почему потому что загрузка текстур она асинхронная то есть когда компонент отрисуется неизвестно будет загружена текстура еще или нет поэтому весь canvas нам нужно обернуть в при актов ский суспен с суспенс давайте и fallback здесь пропишем нау то есть что отображать пока у нас текстура не загружена вот и посмотрите у нас все три наши коробки преобразовались применилась текстура вот давайте я оставлю наверное только две или даже одну вот одну оставлю давайте вот этот нет хочу чтобы она в центре было вот позициями тоже приходится играться немного так давайте попробуем другие текстуры через запятую смотрите у нас тут массив вторым аргументом ее злодор я через запятую просто добавлю стон джипег и вот джипег и здесь же нужно как бы замачить переменные тут будет в том вы можете называть как угодно то есть не обязательно чтобы совпадало то есть можно стон 2 написать или 22 там неважно вот и вот давайте теперь попробуем стон вот смотрите у нас применился стон и вода очень классно можно сделать так что этот куб будет вращаться давайте сделаем конст риф равно news риф из реакта за импортим вот и из риф риф мы пропишем для меша передадим ему и чтобы наш куб вращался нам нужно добавить сюда кое-что из react файбер который называется юс фрейм это все для анимаций это хук мы его прокидываем как обычно функция которая выполняется и массив зависимости вот что я хочу сделать я хочу чтобы у меня в риф у нас положился текущий куб и если мы сделаем риф карант ротейшн x будем прибавлять по 0 одному плюс равно я пропустил равно смотрите пожалуйста куб у нас крутится и что самое крутое мы сейчас три куба можем добавить и они все будут у нас давайте два добавим пожалуйста два куба крутится вот оставим пока один и вернем наш материал крэйт сделаем наш вращающийся куб да очень круто с этим вы уже можете что-то делать то есть тут важно экспериментировать со сферами с этим вот например можно сделать сферу сфер джо метри у нас видите у нас появилась сфера потом что тут еще есть щекол давайте щекол джо метре сделаем только с маленькой буквы потому что это у нас react все кул джо метре давайте посмотрим пожалуйста у нас есть круг который вращается он видите он не совсем не круг он там с полигонами поэтому можно задать ему радиус пишем arcs и передаем аргументы в конструктор давайте такие давайте 1 и 32 сделаем посмотрим все у нас теперь есть круг давайте вернем наш бокс бокс джо метри вот у нас есть куб с текстурами и фактически это все с этим уже можно можно экспериментировать и в этот урок я хотел еще еще добавить кое-что интересное давайте добавим немного физику потому что тут у нас куб какой-то непонятный чего он вертится крутится к чему бы это все давайте я это удалю вот для физики давайте зайдем в репозиторий react fiber 3 и здесь есть тут вот пример можете тоже посмотреть вот он тут делает как по клику можно делать что у вас он увеличивается и внизу здесь они рекомендуют некоторые библиотеки и нам потребуется библиотека react 3 canon она как раз и добавляет нам физику то тут через яр но все равно давайте через ярм добавим там и через пену эту через ярм у нас все установилась теперь что нам нужно сделать нам нужно коробку у нас пока есть давайте сделаем пол так называемый куда будет коробка падать создадим новый файл который назовем plane js здесь у нас будет вместо div mesh сделаем plane geometry это все я беру вот отсюда вот если мы здесь напишем вот plane geometry видите простой вот такой план 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 geometry и ему сразу материал сделаем между стендарт материал давайте color gray сделаем и что нам потребуется нам потребуется во-первых хук юс play in из react canon давайте его выше сделаем юс play так здесь ничего извиняюсь там ничего не надо он сразу будет возвращать у нас объект и во первых нам нужно записать это все в рев то есть у нас будет рев причем будет структуризирован из массива рев будет равен юс play функция которая возвращает объект и здесь нам нужно как бы указать ну повернуть этот план так чтобы он как бы немного на нас смотрел потому что как мы помним вначале иначе будет 2d и мы план и так 2d ему вообще не увидим поэтому нам нужно сейчас повернуть протейшн массив минус массив массив это чтобы пародианом поворачивать делим на 2 это первый аргумент второй аргумент будет 0 и 3 аргумент 0 вот и рев давайте запишем вот так вот и plane geometry мы ему зададим высоту ой до ширину и высоту 1010 и теперь вместо этого здесь добавим план смотрите он сам за импортился у меня давайте смотреть как я думаю нам нужно перезапустить так вроде все работает но мы ничего не видим почему мы не видим потому что у нас план так называемый задим позицию 1 минус 2 минус 1 все равно не видим ни коробку не давайте посмотрим в консоли что у нас тогда почему у нас не работает нам нужно обернуть все весь наш проект то есть канвас и внутри этого мы хотим чтобы у нас была какая-то физика поэтому нам нужно обернуть все в физикс компонент смотрите он автоматически за импортился из react 3 canon библиотеки которую мы за импортил то есть у нас сначала идет со спинс обязательно со спинс потом идет канвас и внутри канваса наш вот это вот наше приложение не приложение с наш свет наши коробки планы обернуты в это вот смотрите у нас появилась коробкой наш план я хочу чтобы у меня план мой был с текстурой моего камня я просто перейду в коробку в бокс компонент оттуда скопирую два импорта и давайте напишем здесь конст вуды например юз ладар тексту тексту текстур ладар и последним аргументом мы передадим вуды джи так и здесь сделаем вместо color грей будет мап вот смотрите у нас применилась текстура можно применить стоун и здесь заменим теперь у нас камень вот но видите куп у нас не падает он просто завис у нас в воздухе нам нужно немного изменить компонент бокс давайте зайдем в него и здесь нам потребуется кое что изменить во первых рев у нас будет немного не такой мы будем использовать юз бокс хук смотрите он за импортился из react 3 канон вот юз бокс которая принимает функцию сразу возвращает объект причем рев у нас будет из массива что мы тут сделаем мы давайте добавим позиция 0 5 0 и еще мы сделаем массу массу добавим 1 и в принципе все работает давайте еще знаете что сделаем давайте что еще сделаем мы сделаем позиция отсюда уберем это уберем видите из бокс он принимает какие-то параметры позиция и бокс будет принимать у нас пропсы которые будут что-то перезаписывать например то есть мы все пропсы делаем спрэд оператором вот в этот объект и если мы например хотим позицию изменить или что-то еще мы просто передадим и как пропсы и по сути вот это вот наша перезапишется а здесь идет через рев поэтому у нас все классно давайте сделаем вот так вот вторую коробку у нас будет один смотрите уже две коробки и можно даже добавить третью где она будет например минус 2 вот мы сделали добавили физику к нашему приложению теперь у нас все работает вот надеюсь вам понравился этот урок я код приложу скорее всего код будет на сэндбокс вот я приложу его вы тоже может сможете поиграться с этим и все все же я вам рекомендую посмотреть документацию если вы хотите какие-то проекты делать потому что здесь очень много всего написано рассказано какие аргументы можно принимать как со светом работать вот и всем спасибо всем пока